Я думаю, в любом случае Украина останется среди приоритетов, но внимания нам уделять будет намного меньше. Мы сейчас, как они называют, out of radar, то есть вне поля, может быть, все интеллектуальные и другие ресурсы будут направлены для того, чтобы решить внутренние проблемы, но внешних они ни в коем случае не забудут. Отвечая на вопрос, что это было вообще, я как глава группы дружбы вместе со Светланой Залещук, мы вдвоем, кстати, Юра у нас заместитель главы по группе дружбы, мы очень много общаемся с британскими парламентариями, и что это было? Кто-то скажет, что это действительно демократическое возъявление граждан, и обратите внимание, как быстро их цик просчитал, ночью уже были результаты, мне кажется, вот этому нужно у нас поучиться. Конечно, оппозиционному блоку не понять, что такое демократическое возъявление граждан, потому что когда президент страны идет против мнения граждан, тогда и получается у нас Майдан и прочие вещи. Кто-то может сказать, что это победа бедных над богатыми, потому что очень много людей, которые находились в не том положении, в котором они хотели бы, они проголосовали. Кто-то может сказать, что получился нонсенс, потому что британцы проголосовали фактически за усиление своих торговых позиций, потому что они хотят выйти из протектора Брюсселя, но за ограничение свободы передвижения. То есть одну свободу увеличить, другую ограничить, чего фактически не бывает.